ТРЕУГОЛЬНИК Я хочу, знаете, что у вас спросить? Вот вы защищаете животных, а людей не пробовали никогда защищать? Ну, это на самом деле, оно все взаимосвязано. Ну, человек, который защищает животных, он не может не защищать людей. Каким образом? Тем более, ну, хотя бы таким образом, что мясо очень вредно. Главный убийца населения планеты Земля – это сердечные болезни, да? А главный виновник этого – это мясные продукты. То есть все взаимосвязано. Это даже уже официальная, как бы, ассоциации медиков это все подтвердили. Когда у людей какие-то сердечные заболевания, они все время прописывают вегетарианскую диету. То есть пропагандируя вегетарианство, сыроедение, вы еще и сыроед, вы тем самым защищаете? Ну, здоровый образ жизни, он же, естественно, защищает людей от всяких напастей. Мне вот знаете, что интересно? Так все-таки вегетарианство – это идея? Нет, на самом деле у меня два в одном. Это, естественно, идея, потому что то, что вредно для кого-то, да, ну, ради мяса убивается животное. То есть то, что вредно для кого-то, кому-то плохо, тебе от этого быть хорошо не может. Мудрость русская говорит, что на чужом несчастье счастье не построишь. Ну, то есть, ну, не может быть, там, если кого-то убили ради тебя, тебе от этого будет хорошо. Ну, никак. Как бы, ну, на Востоке есть там понятие кармы и так далее, да, то, что там возвращается и так далее. Ну, как бы все это на самом деле правда. Хорошо, а как вы к этому пришли? Потому что мы, на самом деле, должны признаться, что мы обе вегетарианки, но нам до вас, конечно, далеко. Очень приятно. Вы не мясо. Я желание загадаю сейчас. Но мы не такие строгие вегетарианты. Ну, вы добрые, я вижу. Вы также и одежду не носите ни из кожи, ни из меха, и про ваш образ мы еще попозже поговорим. Но с чего это началось все в вашей жизни? Ну, началось с банального увлечения здоровым образом жизни. То есть я всегда занимался спортом, никогда не пил, не курил. Но то, что еда может ввести какое-то влияние, там, на здоровье, я даже не задумывался об этом. Хожу в спортзал, ем там все, что хочу, и нормально. А потом мне стали там знакомые попадаться, говорят, ты знаешь, вот такого, мы там читали книжку Брега, там, такого, он пишет, тот, я говорю, ладно, что за ерунда. Потом другие знакомые говорят, ты знаешь, а мы там читали, там, голодание, там, я думаю, что за хреновое. Я не читаю журналы спортивные, там все другое написано. Потом мне самому книжка какая-то попалась. Протеиновые диеты. Да, 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 это все было. Одна книжка попалась, другая, думаю, блин, смотри-ка. И сначала эти книжки, думаю, нет, все неправильно, спортивная диета. Потом опять, ну, как-то вот меня все к этому вело, 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 потом думаю, все, нафиг. Я в итоге, когда я занимался тяжелоатлетикой, я разожрался до 120 килограмм, была такая вот, шайба такая ходила. И здесь бы я не поместился, кстати, мне надо было бы дальше отъезжать. Вот. При росте 170 они, действительно, невысокие. А как это вы так отъелись-то? Во мне было все, и как бы и жир, и мышечная масса большая. Ну, стало мне что-то не очень комфортно в этом весе. И опять же, там, журналы вот эти добрые, спортивные, белковая диета. А сколько лет вам было? Ой, сейчас скажу, 19, что ли. Ого. 19 лет. 120 килограммов в 19 лет. Да, причем в 17 я весил 65. То есть вы специально? Специально мне это нравилось. Даже виды такого веса, как поставил цель. Да, там, я сильный, большой, там, и так далее. Но, как говорится, пришло время завязывать, потому что, ну, я уже понял, что дальше хватит уже внутренние органы. Они еще особо сильно не шалили, но удавали о себе знать. Все, сел на белковую диету, начал есть одни белки, там, с утра, там, омлет из 20-ти яичных белков, там, из 25-ти, всякие-то врага эти обезжиренные. В общем, я досиделся до того, чтобы, ну, белками был организм присыщен. А травмы вы заболели? Да. Ну, не то, что прям совсем заболел, ну, неделю я немножечко нехорошо себя чувствовал. И вот после этого, ну, я хоть, несмотря на то, что я сбросил вес, как бы, да. А на сколько килограммов вы выпухли? Сбросил я вес даже не потому, что я ел так, а потому что я, вот, например, брал две гири по 32 килограмма и ходил до 16-го этажа обратно. Я еще так закутывался, во всякие пояса специальные для похудения. Меня лило просто, да. Вот, в итоге я со своей упертостью за 3 месяца сбросил 40 килограмм. А вот можно поподробнее? Я знаю, что, да, белковое отравление может случиться, если вот так тщательно, да, и так долговременно употреблять белок. Но ведь есть же там 13-дневная диета. Я объясню, что 13-дневная диета действует на 13 дней, потом все возвращается обратно. Но не происходит белкового отравления. Ну, хорошо. Я, у меня вот, меня привело это к тому, как бы, нет худа без добра, короче говоря. Я вернулся опять к этим книжкам умным, да, вот, ну, классика, там, Пол Брэк, там, Гербер Шелтон. Я стал всем этим, так, сначала раздельное питание у меня было, потом еще чего-то. Я по ходу чтения всей литературы, там, я читаю, это вредно, а, это я не ем. И это я не ем, это я не ем. В итоге я стал, как бы, я даже не считал себя вегетарианцем. Но у меня осталось в рационе вот овощи, фрукты, там, да, там орехи, там мёд. Скажи, что ты сок? Ну, это понятно. И кисломолочные вещи тогда употреблял. Кефира там всякие. Нет, сыра не ел. И просто вот то, что пить. Я ел в основном всякие овощи, фрукты и кефир пил. Вы, конечно же, начали худеть и похудели. Нет, 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 нет. Ничего подобного. Я не худел, я был в очень шикарной форме физической. Я был весь там на рельефе, как раз все было нормально, вес у меня был около, там, 80 килограмм. Вот, но потом у меня произошел такой, немножко вздвиг в другую сторону, у меня открылась тяга к духовному поиску. Поиск у себя. Смотрите, там, вопросы всякие в голову приходить, там, о смысле жизни и так далее. Например, например. Ну, например, что все временно у нас, да, ну, грустно не стало. А вот это светорический вопрос. Да, 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 да. А к чему это привело-то? Это привело к тому, что я стал вести, в принципе, очень аскетичный образ жизни. Я стал очень мало есть. Меня там кидало из... Традиционной медицины, это депрессия. Из религии в религию. Нет, депрессии никакой не было. Это был поиск. Слушайте, а вот эта вот тяга к духовности у вас появилась от того, что вы меньше есть стали, меньше мяса употреблять? Я вообще его перестал употреблять. Ну, это от этого? Ну, оно как бы, ну, я думаю, это сподвигло просто. Потому что, когда я был в этом, да, ну, как бы в этом, в этом, в этом, в этом, а тут раз, когда образ жизни меняется, в принципе, те какие-то, ну, перемены, они в мозгу тоже происходят. Неважно. Одним словом, я стал мало есть, это вообще не надо делать. Это еще Будду проделал до меня, что он стал аскетом, там ничего не ел, его в итоге спасла девушка, там, пирожком поешь, это ни к чему не приведет. Если ты умрешь, так ты ничего не познаешь. Ну, вот. Ну, в итоге я до 55, такой стал совсем меньше девочки. Вот. И продолжал, она викторианство, а мне уже там пошла этика, там, я кожу уже не носил, там, я ничего не носил. Один мой друг говорит, слушай, ты все круто так говоришь, и на тебя смотреть страшно, ты как тощий, как из концлагеря. А был раньше нормально, там, занимался. А он тоже ходил в спортзал, мы с ним раньше вместе занимались, я стал опять это все делать. А спортом вы перестали заниматься во время этих духовных поисков? Нет. Ну, как, 20 км в день бегал, как перестал. А утром? Пауэрлифтинг? Нет, я вот с тяжелыми завязал, и вот вернулся я как раз к нормальным тренировкам. То есть у меня были аэробные тренировки, я начал опять анаэробные производить. Вот с осени, где-то с октября месяца, вот я вешу, да, 55, например. А в апреле я уже стал заниматься, и все, все сроедение, все дела, я весил уже 83. Все это осталось, но мощная масса прибавилась. Можно про аэробные и анаэробные? Аэробные, это когда бегать, например. А анаэробные, это когда небольшая нагрузка на все. А слово аэровоздух, да, когда прокачка кислорода во время бега. А родители как на все это смотрели? Ну, родители, естественно, смотрели, как они смотрели. Слушали соседей, те там очень сочувствовали, что там, вы знаете, там, мы сочувствуем, что с вашим ребенком он такой, он такой. А вам они что-то говорили? Поговорили, говорили, там все было. Ну, это, ну, нет, естественно, там доброжелатель было полно, и пирожками, и без мяса там нельзя, и соков много пить нельзя. Пивом можно много, а соков нельзя. Вот, ну, короче, все это, два года это стандартный промежуток у всех. Сначала все на тебя набрасываются, потом смотрят, ты вроде жив, здоров, все в порядке, полностью они к тебе прислушиваются. Ну, вот, и когда я уже стал бегать, купаться каждый день там в прорубь, раздетом ходить, сначала тоже все там хи-хи, ха-ха, все, с ума сошел. А в итоге, ну, практически весь, весь двор мой перепробовал это со мной, некоторые вот каждый день со мной бегают тоже звонят, мне говорят, что если бежишь, бегу, все, идем. А раздетом вы начали ходить просто потому, что вам, вы перестали нуждаться в одежде, или потому, что это тоже полезно для здоровья? Ну, во-первых, нет, ну, в метро, я думаю, вряд ли это сильно полезно для здоровья, там, да, босиком ходить, а в принципе, если ты, ну, природа, там, лес, да, там, какие-то, конечно, полезно ходить раздетом. А вы по городу прямо босиком ходите? Нет, босиком не хожу, в шлепанцев. Шлепанцев, да? В шортах, я знаю, вы ходите. В шортах, в шортах, в обрезанных джинсах. Вы сейчас сегодня в чем-то? Ну, так вот, я к вам так и шел. А вы в шортах, да? Да. Вы как-то признавались, что не ходите к врачам уже очень долго. Есть, это очень замечательная фраза. Да, человек к 30 годам или сам себе врач, или дурак. То есть, ну, к врачам ходят зачем? Полилеет, свой болит. Вы знаете, доктор, вот это нехорошо, и ты, да, вот тебе нехорошо. Знаете, тебе таблетка, чтобы тебе было получше? Ну, постоянно похуже опять перейдешь. То есть, это бесконечный круг. А вообще, фармацевтическая вот эта вся история, она стоит в мире на втором месте после наркобизнеса. Не нужны здоровые люди, не нужны, иначе эта огромная вот денежная вот эта махина, она... Ну, вот вы сказали, что фармацевтика – это такой огромный бесконечный круг. Ну, вот мне лично, вот ваша биография тоже кажется вот таким, немного, возможно, кругом, таким колесом. Именно. Вы же такие эксперименты над своим здоровьем стали прежде, чем найти. Так нет, я же сначала по незнанию это у меня было, правильно? То есть, я как бы шел-шел-шел к этому, а сколько? Я уже почти, сколько, больше 9 лет, по-моему, я вот этим всем делом занимаюсь. И как бы давно я уже выбрал для себя определенный образ. То есть, вы уверены, что вы и в будущем будете практиковать сыроедение, вегетарианство? Вы же ведь, наверное, когда на белковой диете сидели, тоже думали, что да, это есть хорошо? Не, 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 даже когда подсознание, ну, дело такое, ну что ты, ты чем-то занимаешься, но что-то внутри тебе говорит, что это временно. Ну, никакие рекомендации здесь не работают, пока ты внутренним чутьем действительно не поймешь, что это твое. И, конечно же, если ты идешь по улице, в шортах, в шлепанцах и в футболке в 20-градусном морозе, тебе совершенно все равно и подозреваешь, что говорят окружающие люди. Я скажу больше. А как они все-таки реагируют? Вот, они вас видят. Ну, большинство сейчас уже узнают, на самом деле, сейчас нормально. А бывало? А бывало, ну, бывало там, слушай, там, несколько категорий есть. Молодежь, она там, ми-ми-ми-ми-ми, и бабушки там, м-м-м-м. Есть такие, браток, может, давай вот там. Вот у вас же группа сценокардия, вы два солиста, вы и Тимофей. Ну, да, 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 это там много очень разных историй. Вот вы идете по улице, Тимофей, так же, нормальный, а у Алексея Мороза ему неформальный. Шли как-то по вокзалу, был в Белоруссии, ну, я, естественно, такая погода, минус, все. Тимофей идет как обычно, я иду в шортах, в это. Ну, а там люди же простые, а это еще там было несколько лет назад. Говорит, смотри, что творят, не взять иностранцу, не делать, что хотят. Слушайте, а Тимофей, когда, предположим, гамбургер ест? О, это мы все же, все, мы все споры насчет еды закончили в нашем коллективе, только творчество осталось. Вас это не трогает? Ну, что мне, да, ну, я что могу, отнимательный? А вы вообще рядом можете находиться с человеком, который ест? Да, я постоянно это делаю, иначе бы я вообще, в принципе, один почти бы находился. А вот вы пытаетесь обратить его, так скажем, в свою веру? Нет, он, как сказать, он ничего против не имеет, он только за, но сочувствующий. А вот это вы, да? Сочувствующий? Сочувствующий. А, то есть он думает, м-м-м. Ну, это, конечно, все хорошо, но позвольте, если я так не могу. Я как-то слышала, как Тимофей говорил, а я ем мясо и овощи, так что я тоже наполовину не теряю. Ну да, да. Ну, я знаю много вегетарианцев, и очень многих из них выворачивают в прямом смысле слова, когда они видят, как едят мясо. Нет, ну, естественно, что если каждый раз, когда ты едешь кусок мяса, и ты вспоминаешь и представляешь себе, как там шла на бойню эта корова, она плакала, и там все отрезали, она еще была жива, ну, это понятно, что можно сойти с ума просто. Ну, как бы, ну, человек, ну, не переключился у нее в голове, ну, не потому что он плохой он это ест, да, а потому что сам он не убьет никогда, естественно. Вот, ну, охотников очень не уважаю, вот прям очень не уважаю, руку жать не хочу даже. Вы вегетарианец ради здоровья или... Если идет речь об этике, да, вот, то есть, ну, а к себе этика, что же должно быть, правильно? То есть себя же тоже должно жать и должно держать свой организм в чистоте. Ну, к мехам еще вернемся, сейчас давайте про распорядок дня. Ну, распорядок дня совершенно творчески выложусь, очень поздно. Во сколько? Ну, бывает, в 5 утра. Там какая-нибудь муза меня посетит, я сижу там, или там гастроли. На гастролях вообще мечта только поспать, там где-нибудь в поезде, в машине, там в автобусе только прикорнешь, и все. Мне очень интересно, вот, в плане потребления пищи. Вот вы просыпаетесь утром, когда вы ныряете в прорубь? Да, в прорубь я, как правило, ничего. Я сначала бегаю, ну, я как завтракаю, это все очень условно, потому что это или свежевыжатый сок, или это какой-нибудь там просто... Если я куда-то бегу, мне надо там срочно, я просто делаю воду с медом, у меня стоит фильтр, там дистиллированная вода, и туда мед. И вот когда я к вам сегодня приехал, например, в Останкино, да, я сделал с собой такой коктейль с бананом, с морковным соком. Ну, у меня такие гастрольные дела, они уже выработались, такие походные. Но вот когда дома я просто пью сок, ем фрукты, и ближе к вечеру я делаю себе какой-нибудь там салат такой овощной, там, с авокадами, там, с орехами, что-то такое. Все, это все? Все, ем, вот... Так, а если я не ем того, что не готовлю сам? Да, да. Все рестораны отметаются, это понятно? Ну, только свежевыжатый сок я еще иногда и то, там, сколько, процента воды вычисляю. Вы горячую пищу тоже не едите? Знаете, я могу себе позволить иногда там запечь картофель, да, с большим количеством зелени, там, со всеми делами, там, бурый рис, там, или крашеный рис, ну, там, когда друзья приходят, угощают. Потому что ничего страшного не будет с людьми, если они съедят молодой картофель запеченный, это нормально. А скажите честно, вот для вас эти дни, когда вы позволяете себе молодой запеченный картофель или бурый рис, они чувствуются какие-то особи? Мне нужно позволять, да, ну, нормально, и так, я же вкусно готовлю. И как они приходят, вы, всякие вот эти сырые вещи, они, люди не понимают, что можно есть, ну, капусту сырую, там, брокколи сырую, там, всякие стручковые, все сырое можно, я говорю, конечно, можно. Масло растительного тоже не употребляю? Ем, окажем, он же растительный, не рафинированное только. Масла разные употребляют совершенно, там, длинные, там... Разнообразие, гамма, гамма оттенков, оно меняется. А что вы можете сказать тем мужчинам, которые утверждают, что мужчина без мяса не может прожить? Ай, это все бесполезно вести беседу с желудком, у него нет ушей, потому что, знаете, так я сразу... Ну, это не он так считает, это его привычки так считают. Это все равно, что курильщик будет говорить, вот я не могу не курить, у меня без этого все, не могу. Ну, как не могу, ко всем могут, ну, это все ерунда, отговоры. Но на самом деле, энергию-то мы как раз потребляем из углеводов, которые находятся во фруктов и в овощах. Из углеводов, а вся энергия еще, когда человек ест мясо, у него вся энергия уходит на то, чтобы это то, что он съел, все, что он начинает. Переработать. Да, так что даже не обсуждается, в принципе. А вредные привычки, вы с ними боролись? Были они у вас? Не было. Курение? Не, 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 даже не пробовала ни разу. А как это можно победить? Потому что многие диетологи, и тот же, кстати, Алан Кар, с которого вы начинали знакомство со всеми этими теориями здорового образа жизни, они же приравнивают переедание, мясоедение, табакокурение, алкоголизм примерно к одной... То есть, поесть люблю. К одной и той же зависимости. Аддикция. Вот эта аддиктивная зависимость, когда человек не может перебороть вредную привычку. Нету такого не может, нету, нету, не может. Хочет, не хочет. Созрел он бросить курить, да его не заставишь. Ну, просто не заставишь. У меня дед, он всю жизнь курил. Всю жизнь курил. И ничего, говорит, все, курю, и все. Ему врачи говорят, или дальше будешь курить, или ногу отрежу, и все, в один день перестал. Ну, это вот как рак, наверное, свистнет? Да, все абсолютно здесь, это даже... А скажите, пожалуйста, вы ведь не будете утверждать, что вегетарианство, оно способствует похудению? Я за первый год на 4 килограмма поправилась, когда перестала... Нет, это кто как хочет, смотря что есть. Можно вегетарианство есть белый хлеб, жареная картошка, тоже вегетарианство. Ну, во фруктах ведь углеводов много, фрукты, овощи. Нет, 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 ну, там, во-первых, углеводы углеводам рознь. Есть углеводы, которые содержатся в белом хлебе, да, там есть в сахаре в рафинированном, а есть углеводы, которые содержатся во фруктах. Одни углеводы живые, другие мертвые. То есть во фруктах, в свежих продуктах содержится все то, что эти же продукты и переваривают, да, эти энзимы, там, микроэлементы, все дела. Когда едите что-то обработанное, такой мертвый кусок, раз, и организм тратит свои силы на то, чтобы это все переварить и обработать. Убедили. А что за песня, о которой вы говорили про... Это просто настоящий гимн. Вы знаете, как раз сейчас, она еще почему-то до сих пор не записана. А можно на эксклюзивном порядке? О, мне вспомнить. А я вам напомню. Нет, нет, да, да. А я мясо совсем не ем, и всем, кто меня не понял, готов я бросить вызов. И победить потом драку сразу я не лезу. Все решаю слово дилемм. Так много что вкуснее, перец или шаурма. Мясо есть или нет, вечный спор. Ну, для меня животных убивать, это дурной тон. Ну, зачем на части резать нам коров, всюду кровь, когда, видишь, это все не подобрать слов. Хм, нам надо быть выше. Кто скажет, не, зачем нам надо быть убитыми? Питание трупом, а, питание трупом, здоровье наше в этом ли? Все сводится к тому, что якобы нам нужны белки. Я давно с их продуктом этого кошмара. Но кто бы думал, что будто бы нет у них прав, хочу послать его. Я не банданом, мой девиз, жить без мяса, учись за животных заступить. Хм, я не ем того, что не готовлю сам. Факт осознал, потом есть мясо, перестал. Порой непонятен деловой, против меньших защиты он занят. Для тех, кто не понял. Я не ем того, что не готовлю сам. Факт осознал, потом есть мясо, перестал. Порой непонятен деловой, против меньших защиты он занят. Занят. Ну, примерно так. Ну, супер. Мне вам нравилось. Эту песню я уже просто не впервые слышу. Мне она очень нравится. Я вот скоро порадую вас студийным вариантом. Там прям будет. В припеве будут слова Бернарда Шоу. Замечательные совершенно, которые звучат как... Которые были вегетарианцы. Да, да, да. Мы просим Бога озарить наш путь. Даруй нам свету, Всеблагой Господь. Кошмар войны нам не дает уснуть, Но на зубах у нас животных мертвых плоть. То есть человек был ярым защитником животных, И вот это очень страстиши, переведенные, Не помню, к сожалению, кем, Мне прям так запало, и я положил это на музыку. А чем бы симпатичный певец Алексей Мартынов Накормил свою девушку? Да, чай я кормлю не только девушек, Мальчиков кормил. Какой романтический уже можно приготовить? Ой, так какой угодно. Какой бы вы хотели. Вкусный, конечно же. Полезный для здоровья и невредный для фигуры. Романтичный. Вообще еда после еды как-то уже не до романтики. Вся романтика должна быть до романтики. На голодный желудок? Конечно, так интересно. Неужели девушки думают наоборот? А почему вы не... Есть же веганы, которые едят горячую пищу. Почему сырое все должно быть? Нет, я не против. Просто мой... Опять же, вот это моя здоровая история вся, Здоровый образ жизни. Если даже, ну, едят люди термически обработанную, Есть золотое правило. Сырого, свежего, должно быть в три раза больше, Чем обработанного. Ну, что обработали, оно уже все-таки... Ну, там клетки уже они не живые. То есть ты ешь, как бы ради этого там никто не пострадал, Никого не убили, но все-таки сама пища, Она уже не несет в себе той энергии, Которую несет сырая пища. Потому что она умерла. Да. Очень интересно, где Алексей берет свежие овощи и фрукты. Об этом чуть позже. Друзья, у нас в гостях сегодня певец, строгий вегетарианец, Известный защитник животных Алексей Мартынов. Мы продолжим разговор после рекламы. Это программа «Треугольник». У нас в гостях Алексей Мартынов, Певец, музыкант, защитник животных и вегетарианец. И мой вопрос такой. Что, на ваш взгляд, является антирекламой вегетарианства? Антирекламой? Ну, внешний вид и твое состояние. То есть, если ты с какими-то совпалыми глазами, там, такой, там, говоришь, «Ребята, мясо, там, это плохо, там». И вот такое фанатичное, там, вот, «Нет, нельзя». То есть, тебя воспринимают, обратная реакция идет. То есть, ты сразу отталкиваешь себя. Нужно только своим примером, как бы, говорить, что вот так и так, я этого не ем. И посмотрите, как я прекрасно себя чувствую. Ну, да. Опять же, тоже Бернаршова, да, у него спрашивали, там, «Как вы себя чувствуете? А, как ваши дела?» Говорит, «Все прекрасно, из-за исключения того, что мне врачи постоянно говорят, что я без мяса скоро скопычусь». Проходит, там, пару десятков лет, его опять задают тоже вопрос журналистский, «Как ваши дела? Как все?» Говорит, «Знаете, теперь совсем все прекрасно». Кстати, врачи, которые мне говорили, что я скоро умру, уже умерли. Они уже умерли, да. Да, интересно. А как вы относитесь к обливанию шуб краской? Я считаю, что, в принципе, в принципе, ну, это тема... Я, с одной стороны, не поддерживаю тех, я понимаю тех людей, которые это делают. Потому что, когда я сам был на свежих впечатлениях от этого, другой реакции быть не может. То есть, это обливание шубы краской, это хочешь сказать, ну, пойми ты, что ты носишь. На тебе там 200 белок, которые ради тебя убили. Просто тот ток вставили в задницу и пропустили ток через него. Ну, это ужас просто. Но человек опять же этого не поймет. Он воспринимает это как акт агрессии. Я объясню, почему мы этого не понимаем. В декабре, когда были три с кучей морозы, меня не спасал ни пуховик, ни моё очень тёплое пальто. Когда я надела на себя меховую шубу, мне было действительно комфортное тепло. Ну, это такой стереотип, и комфортное тепло, да. Но есть... Видели хоть сейчас, вот, идут там всякие новости, когда там полярники какие-нибудь, видели хоть кого-нибудь по шубе в натуране? Никого. Они все в этом самом... Ну, специальные, там, не пропускающие холод материалы новые, это уже прошлый век. Раньше, может быть, там какие-то там особо изнеженные особы, вроде вас. Да. Ну, сейчас уже такие... Время технологий, когда, ну, этот вопрос вообще уходит на второй план. Тем более, я сам видел лично, трогал в руках, даже не мог поверить, как так. Искусственные шубы. Они ещё теплей. И выглядят ничуть не хуже. Ну, если это можно сказать, что шуба вот выглядит красиво, то выглядит она не хуже. То есть вы не обратите внимание на девушку, на которой надета меховая шуба? Не, ну, она же не виновата в том, что она её носит и не знает, да, о том, как это берётся или не хочет знать. То есть я на всех обращу внимание. Просто вопрос в другом. Если человек, узнав об этом всё, да, ну, как бы, не то, что вот ему сказали, он должен, да, правда, ерунда какая-то. Нет, он должен переварить, там, если он скажет, да, ерунда, не, пофигу, ну, ну, ничего не могу сделать. Вот, но если человек всё-таки врубается во что-то, то, я думаю, он примет решение. А жизнь с женщиной, которая не хочет отказываться от мяса и никого? Не, не, ну, это бред. А критерий жестокости в чём заключается? Я поясню, вот вопрос у меня такой. Вы вместе с Тимофеем победили в одном из музыкальных конкурсов. Вы обласканы Примадонной нашей. Ну, совсем так, издалека, но приятно было. Мир шоу-бизнеса, в котором вы вынуждены вращаться, или, может быть, вам это нравится, достаточно жестокий. При этом вы выступаете против жестокости, вы пропагандируете вегетарианские ценности. Ну, вот, смотри, вот я пришёл на передачу, тут две такие прекрасные девушки, они вегетарианки тоже, да? Есть вот в этом жестоком, в этом жестоком мире шоу-бизнеса и не шоу-бизнеса. Вот в самых таких, казалось бы, злачных местах попадаются люди, которые страны не скажешь даже. А они вот раз, и сами там, или, ну, занимаются какими-то очень хорошими делами. Ну, слава богу, не шоу-бизнес. Ну, не важно, ну, это всё вот это вот, это всё, это одно, я считаю. Если говорить о шоу-бизнесе, кстати, у меня вот ещё про цирки вопрос. Цирки и зоопарки. А зоозащитники активно очень выступают против цирков зоопарков. Цирки, я обожаю цирк Дюссалей, там нет животных. Вот цирк без животных, это прекрасно. Зачем мучить, мучить там у кого-то? Есть дрессировщики, я видел это... Нам приходило... Наши запашные, например. Нет, запашные, Я, конечно, не могу про них ничего сказать, я не видел, как они дрессируют. Есть дрессировщики, которые не применяют жестокость в дрессировке. Им так удаётся это сделать, ну, я с хищниками вряд ли это возможно, с обезьянами. Они их безумно любят, и это они их, ну, как люди, ну, слушают их они, и всё делают без применения насилия. То есть есть два метода. Какое насилие вообще применяется при дрессировке? Многие же не знают. При дрессировке их мочат до полусмерти, просто вот бьют животных. А как вы это, я не знаю, может быть, противодействуете этому как-то? Ну, как этому противодействовать? Нет, ну, потому что это же запашные, которые... Вот я сейчас говорю в интервью, да, вот эти у меня противодействуют. Ребята, ну, вот вы ходите в цирк, вам кажется, что смешно, что там медведь на велосипедике проехал, да? Он столько получил тумаков перед тем, как он научился это делать, и продолжает их получать, что вы себе представить даже не можете. Сколько анекдотов, да, на эту тему, как корова выходит, если бы узнали, как здесь мочат крокодилы. Мочат крокодилы, да, говорящие коровы. А у вас нет домашних животных? Нет, у меня была собака, был попугайчик, ну, как бы они сейчас, там, естественным путем, да, ушли. Просто, ну, я постоянно в разъездах, мне куда девать, это большая ответственность. У меня многие теории, по одной из них, даже держать дом домашних животных считается неэтичным. Ну, я думаю, подобрать собаку, это очень этично. Очень даже этично. А вы подаете в милостыню людям, которые ради того, чтобы вызвать жалость, сажают щенка рядом с собой? Нет, конечно, нет, 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 ну, это себе на бутылку собирает, а не щенку, это понятно. А когда домашних животных тоже пытаются кормить вегетарианской едой? Вот это вот у меня вызывает большое удивление, хотя я сама мясо не... Собаки, собаки, собаки совершенно прекрасно и дольше живут, они отлично себя чувствуют. Серьезно? Абсолютно. Ну, просто говорят же, собаки-сищники. Нет, 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 собаки, во-первых, они хи, они уже давно переспособились. У кошек другая ситуация. Там есть какой-то, какой-то элемент там не хватает, но есть все равно, изобрели веганское питание, веганское, не вегетарианское, веганское питание для кошек, чтобы полноценно все для них нормально. Во-первых, для собаки также неестественно со стола есть то, что едят люди, потому что только домашние животные болеют теми же болезнями, что и человек. Причина в этом еда. То есть для собаки также неестественно есть вареное вот это мясо и колбасу, тем более, это отрава, для нее точно такая же. Поэтому нет, а в собаке совершенно прекрасно, но у меня очень много знакомых есть, у которых собаки живут там место там 15-17 лет, за 20. Буду совершенно точно говорю, вообще абсолютно. У кошек другая немножко ситуация, но вот сейчас есть корма для них такие. А мне знаете, что интересно? Вот мы говорили про собак беспризорных, но ведь у нас, опять же, от животных, да, я к людям, у нас же ведь много беспризорных детей. Вот вы к этому как относитесь? Так все взаимосвязано. Если человек наплевательски относится к собакам, кошкам, коровам, там, хрюшкам, правильно? то у него и к людям отношение такое же будет. Не может человек, который там не может видеть страдания там живого какого-то существа, да, там просто, я не знаю, там, быть жестоким к людям, там, к ребенку, ну, не может он быть просто, ну, физически не может. Ну, а вы как-то, чем-то, я не знаю, способствовали хоть одному ребенку беспризорному, я не знаю, благотворительные концерты? Постоянно. Нет, это у нас все есть. Ну, как бы, я не знаю, насколько эти концерты действительно имеют вес, да, для этих детей. А делайте что-то, что имеет вес. Я не знаю, но может быть имеет вес, когда они сами эти дети смотрят этот концерт, вот это для них самое впечатление, конечно, ну, положительное, это идет. А то вот эти все, ну, средства там, там, какие-то идут, да, постоянно принимаем участие, конечно. Почему вегетарианство не так распространено у нас в России? Ведь, как известно, еще и Лев Толстой пропагандировал. Вы знаете, это очень такой вопрос серьезный, потому что, я не знаю, вырежет эти слова, которые сейчас скажу или нет, но очень просто разобрались-то с вегетарианством. Как раз на фоне Толстого пошла вот эта, Толстовцы появились, да, пошло это, в Вене открывались, вегетарианские детские сады, вегетарианские рестораны, столовые, то есть, все, пошла прям такая волна, и что сделали, по-моему, то ли в середине, то ли в середине 20-х годов, что ли? В 30-х. Расстреляли всех, все. В разделе медицины, официальный совершенно, был раздел сыроедения, врачей готовили, то есть, они прописывали сыроедение, при том, чтобы устранить причину заболевания, а не симптом, да, убрали это. Слушайте, были целые кулинарные книги в 30-х годах, вот такие сыроедческие, где они? Ну, людей-то расстреляли в 30-е годы, не потому что они были вегетарианцами. Потому что, потому что. Потому что шла волна, они несли за собой ту волну, которая меняла общественный уклад. Они противопоставили себя обществу. А вот вы, кстати, вы чувствуете себя каким-то особенным? Мне кажется, сейчас меня заберут. Не, ну, что же с особенным? Я чувствую себя не то чтобы особенным, я обычный совершенно, как бы, я нормальный для ненормальных. Знаете, есть такая, ну, если все вокруг, ну, естественно, я другой, А вы чувствуете себя счастливее, чем мясоед? Не, ну, что я счастливее, опять же. Как говорил Достоевский, все счастье на земле не стоят слезинки ребенка. То есть, счастливый человек может быть полностью, когда вот все вокруг хорошо, а здесь пока, ну, нет гармонии в мире, да? Но для себя лично, да, вот тут путь, я занимаюсь творчеством, я занимаюсь любимым делом, я делаю, не знаю, общаюсь с людьми, которым неприятны, участвую, общаюсь с людьми, которым неприятны, да? То есть, в этом плане, естественно, я счастливый человек абсолютно. Это ваш осознанный выбор, или это все-таки необходимость? Общаться с людьми, которые не надо? Нет, причем он мой осознанный выбор, который вот так вот, прямо вот сквозь тернии такие прошел, негодование окружающих, там, близких, родных. Я же поменял круг общения, когда вот перестал вот это все делать. Смена вкусовых привычек, как происходило? Хотелось первое время шашлык, пирожное, там. Не, 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 я настолько, нет этой ностальгии, совсем. Как, как, то есть тумблер этот в голове перещелкнул. Все, не хочется, никогда. Не существует это. С первого дня, как я перестал есть, не существует. Вот вы, мне кажется, ключевым словом сейчас было слово, я настолько упертый. Упертый, да, упертый. Что вы это, понимаете, сделали своим принципом и заставили таки себя. Нет, не заставлял. Перестали реагировать на... Нет, не, я заставил себя реагировать на другое, я заставил себя отвращение испытывать к этому, потому что можно с ума сойти просто. То есть, когда чувствуешь запах мяса, но обычно это, вот шашлык, всем кажется, пахнет вкусно шашлуком, но когда человек долго не есть мяса, вы меня поймете. Это да. Тяжелятина такая, вот потом каким-то, уж чем-то тяжелым таким пахнет. Я один раз ехал в метро, думаю, почему так запахло какой-то бомжатиной. Думаю, откуда вроде бомжи несперяна. Так смотрю по сторонам, что такое? Смотрю, наворачивает беляш напротив меня, стоит, так из бумажечки торчит, так воняло. Ну как это может быть вкусно? Это ужас, это плоть, это как, ну я не знаю, ногу человеческую кто-то умер, там отрезать ее и пожарить. Вкусно будет, шурм вот так с нее соскребать, даже отвратительно. Как вы относитесь к утверждению, что человек венец творения и хозяин природы? Нет, человек, человек хозяин природы? Как бы это сказать, это все такие скользкие, вот эти вот утверждения, он, в принципе, на мой взгляд, ну, как бы, не я этот взгляд придумал, да, я его поддерживаю, то, что человек, он создан для того, чтобы оберегать все на земле. А человек почему-то подумал, что он должен все это дело разрушать. А что сейчас происходит? Сейчас происходит тотальное разрушение. Я живу в Ясенево, да, еще в детстве я ездил там на велосипеде в Бутово, кукурузу там собирал, там всякие коровы, там поля были, все, природа была, яблоки можно было, все, что хочешь, козы там пасли, сейчас что? Ну, людям надо где-то жить. Ничего живого. Раньше надо было где-то жить, дети жили, просто делали в этом. Это изменение внешних экономических условий. Вот если говорить о сохранении, представьте ситуацию, вы выходите на берег реки, ну, допустим, какой-то московский филеарш. Я не могу искупаться, потому что она... Она грязная, и берег весь усеет бутылками, бумажками. В том все и дело. Не стали бы собирать? Вы знаете, я не то, чтобы стал собирать, я сам, я не хвастаюсь, я просто хочу, чтобы задумались просто люди, да, вот сам вот этими руками несколько тонн выгреб из бицкого леса, там, без живого мусора. Самое страшное 9 мая. Самое страшное. Нет, ну, первое, второе, да, вот эти майские праздники, самые страшные, что творится. То есть это вот как будто выброс дури людей вот за все это накопившуюся зиму вот так вот, нате! Вот стоп, все, все в мусоре просто вот так вокруг. Это кошмар, конечно. И, ну, несмотря на то, что, да, я воспитывал в семье людей, мои родители ели мясо, все, там были шашлыки, понятно, ну, как у всех. Но до последнего все, до последней спички все собиралось, все носилось, потому что, ну, как так можно? Ты здесь живешь, да? И после всякой-то банки ты сюда еще раз придешь. Если ты даже там ешь шашлык, ну, ешь ты его, ладно, за собой бери, это ужас. Просто страшное дело. Там же животные бегают, там все набито. У нас там и зайцы бегают, и белки, там кого-то бы нет. Зайцы есть за сих пор в битцовском лесу. А в помойку прибегают, а в помойку прибегают есть. Слушай, я понимаю, что этот вопрос навес в зубах, но все-таки у людей он возникает постоянно. Я сама с этим много расталкивалась. Как же сбалансировано питание, белки, жиры, углеводы? Об этом говорят все врачи. Да, да, да. Что можно ответить? Не все. Сразу скажу об этом. Говорят уже давно, не все врачи, и продвинутые врачи уже понимают, что нет, не заменение. Ты приходишь к врачу, говоришь, вот у меня болит. Как вы считаетесь? Я вегетарианствую. А, понятно. Это понятно. Я с этим столкнулась много раз. Ну, я понимаю, о чем говорю. Я прекрасно понимаю эту ситуацию. Но врачи не потому, что они плохие, да. Вот мы плохие врачи. Хотя нет у меня большой любви к ним. Но их так учили. Вот он пришел в мединститут, ему говорят, что есть сбалансированные симптомы. Они так воспитаны, особенно старые закалки, вот эта вся история. Потому что сейчас уже начинают понимать чуть-чуть, в чем дело происходит. Нет незаменимых аминокислот. Нет ничего. Все это полная ерунда. Я белка вообще практически нет. Ну, мало очень ем белка, да. Вот, я мало ем белка. А я правильно понимаю, ну, у меня, по крайней мере, такое мнение складывается, что вы завтра, через неделю, возможно, дойдете вообще до, как-то, праная питание. Праная, не читаю об этом, да. Но это за это... Вы реально... Нет, я начну с того, что я знаком с человеком, с одним, по крайней мере, которые так питаются. Вы реально считаете, что можно питаться одним только воздухом, солнечной энергией? Ну, это как... Дождите, вы видели такого человека? Потому что... Конечно, да. С сыроедением я разобралась. Мне это понятно, я понимаю, что это возможно. Да, да, нет. Ни одного солнцееда я не встречала. Ну, Зинаида Баранова же наша есть, за ней наблюдали там врачи, и все, сначала она не давалась, потом ее обследовали, за ней наблюдали, ну, развели руками, мы не знаем как. Все, он ничего не ест, не пьет, уже с девять. Снят? Снят. Про нее. Я с ней знакомился, когда очень приятная такая тетя, ей уже за сколько, под 70 или сколько лет, я не знаю. И сколько она не ест? Тогда она лет 8-9, наверное, если не больше, могу наврать. Я давно знакомился с ней. Просто была такая встреча, я был шокирован совершенно, она была шокирована тем, что мы все там пришли в шортах, она приезжала как раз сюда, где-то остановилась, в Москве. Ну, там фантастика на самом деле, там меняется структуру тканей, там все вот это дело. Но это уже уровень такой, ну, как бы сейчас об этом нет смысла говорить. Структура мышечная ткань. Все меняется, там органы, они уже другое место там начинают занимать, функции другие начинают выполнять. И она без наблюдения врачей все это практикует, да? Ну, врачи как экспериментаторы подключились. Да, нет, они ее просто с целью, действительно ли, там по ночам она борщ, действительно, да, нормально все. Алексей, если вы верите в идеальный мир, расскажите, каким он должен быть? Внутренний должен быть, мир идеальный, тогда и внешний будет нормально. У нас в гостях сегодня был известный защитник животных, строгий вегетарианец, певец Алексей Мартынов. Это была программа «Треугольник». Смотрите нас с понедельника по пятницу. Продолжение следует...